Добрый вечер! Я, Ирина Микеда, приветствую вас в нашей студии на Щелковском. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы поговорим сегодня о работе Государственного административно-технического надзора. И вот почему. В Щелкове провела инспекционный объезд начальник главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Семеновна Витушева. По окончании мероприятия Татьяна Семеновна заглянула к нам в студию. Я вас приветствую. Здравствуйте! А также у нас в студии коллега Татьяна Семеновна, руководитель 9-го территориального отдела Государственного технодзора Владимир Иванович Кожемяка и руководитель администрации Щелковского муниципального района Алексей Васильевич Валов. Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что тоже согласились прийти. Я думаю, разговор у нас сегодня должен получиться интересным и, главное, полезным всем. Итак, Татьяна Семеновна, вы сегодня с инспекционной поездкой побывали в районе. С чем связан именно сегодня ваш визит? Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, Ирина, мой сегодняшний визит связан прежде всего с большим количеством обращений граждан. Вообще, в последнее время в правительстве Московской области стал работать такой портал, как Добродел. И люди напрямую сейчас обращаются с какими-то заявлениями, жалобами, пожеланиями, а, кстати, предложениями в том числе. И те районы или городские круга, где таких обращений больше всего, по тем или иным темам, как правило, мы сейчас именно в зимний период и выезжаем. Вот последнее время, последнее время первое место по количеству обращений граждан на всю Московской области идет по тематике свет, вернее недосвещенность улиц, дворов, детских площадок, социальных объектов. И именно в рамках данной операции ГОСМТЕХНОДЗОР, которая так у нас называется, свет, мы сегодня с инспекционной поездкой именно по Щелковскому району. Инспектировали городское поселение Щелково. Мы именно в сегодняшний день, и это дело я не одна, мы это делали совместно с администрацией. Было мне интересно, насколько все-таки обоснованные жалобы жителей, которые поступают как на портал Добродел, так и на мою личную почту, и насколько данные состояния дел соответствуют действительности. Вообще, если говорить в общем и целом, то в рамках данной спецоперации свет вообще по Московской области, Ирин, это актуальная такая тема для жителей нашего региона. У нас уже ГОСМТЕХНОДЗОРом было выявлено 807 нарушений по всему нашему региону и штрафов выписано за недосвещенность территории, за неработающие фонари на общую сумму 7,5 миллионов рублей. Поэтому по данной теме сегодня мы здесь, и сегодня мы инспектировали, а теперь мы это обсудим. А теперь я, наверное, попрошу поделиться всех гостей своими впечатлениями, раз вы сегодня все вместе проводили эту инспекционную поездку. Какие выводы? В городском поселении Щелково. Смотрите, Ирин. Светит у нас свет? Я что хочу сказать, это редкий случай, когда наши граждане не правы. Как правило, из 100% на 95% жалобы жителей подтверждаются, а именно в городском поселении Щелково это не так. Мы сегодня проехались не по специально проложенному маршруту, нет. Мы сегодня ехали по центральным улицам, мы заезжали и заходили в неподготовленные и никому не оповещенные заранее дворы, мы смотрели общественные места, и в общем и целом я хочу сказать, что городское поселение Щелково освещено. Да, были недостатки. Сейчас мои коллеги скажут, что это так, но в общем и целом система работает. То есть улицы центральные освещены. Во дворы, в которые мы заходили, тоже горели свет. У нас были проблемы с одним объектом, детским садом, где по периметру не горел свет, и с памятником, который называется Аллея Славы. Там тоже не было освещения. Пожалуй, было несколько неработающих фонарей по пути следования нашей инспекции, но в общем и целом город светится. И на самом деле это радует. Поэтому мы будем разбираться с конкретно каждой жалобой, которая поступила на неработающий фонарь. Но это совсем другая история. Я могу констатировать тот факт, что в городском поселении Щелково темных зол нет. А это самое главное. Отлично. Что-то хотят добавить коллеги? Ну да. Территориальным отделом с момента начала операции «Свет» возбуждено 13 административных дел, привлечения к административной ответственности. Но в основном это были объектами, у нас являлись платформы Воронок и Чкаловская. То есть в отношении РЖД возбуждались административные дела. И также за тем большим количеством, которое имело место быть, были возбуждены административные дела в отношении застройщика, не уследившего за состоянием своих горовых территорий, то есть не передавшего на баланс управляющих компаний линии освещения. Это Богородский микрорайон. И возбуждались дела в отношении элиткомплекса с выдачей предписания. Предписания, естественно, были устранены в кратчайшие сроки. В остальных случаях нарушения состояния содержания светильных приборов выявлялись у хозяйствующих субъектов в незначительном количестве. То есть это не влияло на общее впечатление. — Алексей Васильевич, а как Вы объясните, что жалобы есть, а причин для жалоб, как выясняется, практически нет? — Житель всегда прав. И вот сегодня рядом с Татьяной Семеновной, когда мы обходили, контролировали те вопросы, которые она в себе в план вставила, мне, конечно, было неприятно. Что есть моменты, когда мы понимаем, что недорабатывали. Для нас это очень важно. И, в первую, важно было бы то, что жителей, которых мы просим обращаться, или на горячую линию, или на портал Добродел, писали только бы те жалобы, которые действительно имеют место бы. Тогда нам легче работать. Мы тогда не загружаемся напрасной работой, и, соответственно, эффективно реагируем в установленные сроки для того, чтобы проблемы снимать. А Татьяна Семеновна, у нее более такой профессиональный взгляд, более вооруженный взгляд, я считаю, на те проблемы, которые существуют в благоустройстве, в освещении. И сегодня я сделал для себя определенные выводы. В том числе и из-за того, что мне Татьяна Семеновна сказала, Алексей Васильевич, надо побольше контролировать. Поэтому будем побольше контролировать. Ну, Ирина, я подвожу итог. Если мы закрываем тему свет, что, безусловно, недостатки есть. Мы это увидели. Они имеют скорее исключение из правил, чем правило. Все выявленные правонарушения административного характера по данной тематике будут внесены в протокол. Крайний срок исправления среда. Поэтому все, что мы сегодня увидели, я думаю, будет гореть и светиться до среды следующей недели. Это факт. Я же говорю об этом объективно, что ситуация здесь совершенно неплохая, потому что, поверьте, объездила уже всю нашу Подмосковью, и у меня есть чем сравнивать. В других районах и в других даже городских округах ситуация с освещенностью гораздо хуже. Поэтому я вас с этим, по крайней мере, могу поздравить. У каждого объекта есть территория обслуживания, есть собственник, который и фонарь свой должен включать, и снег убирать, все что угодно. Мы сегодня смотрели не только освещенность Ирин, мы еще смотрели все-таки. У нас зима, и зима в этом году на самом деле такая интересная. От серьезнейших морозов до больших снегопадов, теперь оттепели. В общем, все вместе. И это проверка для наших коммунальщиков в том числе. Мы все-таки сегодня смотрели еще, как убираются в Щелково дороги, как убираются дворы, что происходит с пешеходными зонами и далее по списку. Поэтому сегодня в нашей комиссионной инспекционной объезде участвовали и дорожники. И у нас была возможность убедиться воочию, как они работают. Поэтому я хочу констатировать тот факт, что на сегодняшний день город Щелково от снега убран. По крайней мере, все центральные дороги, тротуары, причем они очищены в большинстве своем, по крайней мере, там, где мы проезжали и проходили до твердого покрытия, до тротуара, как того и требуют нормативы закона о благоустройстве. Мы спонтанно заходили в некоторые дворы, как новой постройки, так и старой застройки. И было очевидно, что внутридворовые территории тоже убираются. Именно внутридворовые территории. Не были расчищены детские площадки, были нарекания по расчистке хоккейных площадок, а их у нас в городе 18, не везде они содержатся достойным образом. Но это все зависит от той управляющей компании, которая обслуживает тот или иной двор. Ну, подробнее коллеги, наверное, скажут. Я же хочу сказать, что вот такого коллапса, который был раньше, это было несколько лет назад, я, по-моему, здесь была полтора года назад или два, да? Думаю, что не больше полутора лет. Да, да, две зимы назад, и мне есть чем сравнивать, Ирина, мне есть чем сравнивать. Щелково убиралось гораздо хуже, чем, по крайней мере, я сегодня увидела воочию. Да, есть проблемы, есть недостатки, мы сегодня тоже на это указали. Не везде вовремя вывозится снег, соответственно, и идет подтопление. Серьезные лужи там в некоторых местах мы вот увидели сегодня. Не вовремя вывезен загрязненный снег, лежит сугробами, но в общем и целом работы по очистке идут. Хотелось бы, чтобы это было уже совершенно в идеальном варианте, но недостатки есть, их достаточно большое количество, но я вижу движение вперед. То есть город убирается от снега. Я специально останавливалась и разговаривала с жителями, которые живут в этих дворах, и они подтверждали мысль. Спасибо. А можно все-таки попрошу какие-то примеры привести? Самым распространенным правонарушением, которое вот этой зимой у нас было выявлено, это были и выполнение работ по уборке снега, наледи с территорий, внутри дворовых территорий, проездов, тротуаров, площадок перед входами в здание. Именно за эти нарушения было вынесено более ста административных взысканий. Кому? Кто виноват? В основном это управляющие компании. В частности, если в большинстве случаев управляющие компании это МУЛДЭС, ДЭС ЖКХ. Она крупнейшая, наверное, у нее и процентное соотношение больше. Больше всех площадь обслуживания, да, и на более ста административных дел только сумма штрафов составила более полутора миллионов рублей. Я хотела спросить вот про эту зиму. Можно ли ее назвать аномальной с точки зрения количества снега и таких вот погодных катаклизмов, перепадов, которые мы наблюдали? И как ситуация с уборкой снега обстоит в целом по области в других муниципальных образованиях? Потому что каждый же наш зритель, он знает, что происходит у него во дворе, у него в городе, у него в поселке. А как у других? Вы знаете, я хочу сказать, что Щелковский район по уборке снега, по зимней уборке занимает золотую середину. Да, есть районные округа, которые убираются гораздо лучше. Но я даже вам открою тайну, что они убираются даже иногда гораздо лучше, чем центр Москвы. У нас есть такие районы, мы этим гордимся, но у нас есть, к сожалению, и районы аутсайдеры, и городские округа, которые этой зимой очень плохо убирались. Я могу назвать лидеров. Это, например, хорошо убирался Матищи, хорошо убирался Одинцова, прекрасно убирается Реутов, Королев, Электрогорск из городских округов. Очень плохо у нас этой зимой убирался Раменский район, Ногинский район, Орехозуевский район. Он, значит, я бы назвала из городской округ Котельники, который тоже не блистал. Щелковский район отставал в начале зимы, сейчас он хорошо прибавил, безусловно. Кстати, и в этом большая заслуга жителей. Они стали писать, они стали звонить в колокола, и, в общем-то, коммунальщики, я так понимаю, Щелковского района поднапряглись, и ситуацию выровняли вместе с областными дорожниками. Если говорить, в общем и целом, о зиме, то действительно зима была тяжелой. То есть в короткий промежуток времени большое количество снега выпало, и не всегда имеющееся наличие техники, оно дало возможность убрать быстро снег. Опять же, вот эти оттепели и морозы ночью, гололед, и большое количество было людей, которые получали даже травмы, и об этом нам тоже сигнализировали. Поэтому все это достаточно серьезно, серьезная проверка проходила на дорогах, могу сказать, следующим образом. Как Щелковский район на этом фоне выглядел, опять же говорю, это середина. Я не могу сказать, что он блистал и был лидером, но в то же время есть у нас территории гораздо хуже, где и муниципалитеты, и управляющие компании вместе с ними справлялись с вызовами этой зимы, зимы 2016 года. Ну, наверное, кто у вас лучше, кто у вас хуже, коллеги? — Алексей Васильевич, за счет чего вы так удалось, скажем так, улучшить, войти в золотую середину? — Я прошу прощения у жителей, и вот Татьяна Семеновна пыталась объяснить, и, по-моему, объяснила. Потому что вот этот был 15-й год, год объединения районной и городской администрации. Когда мы приняли городские предприятия муниципальные, к сожалению, ни специалистов, ни техники в достаточном количестве не было. И нам пришлось не просто раскачиваться в эту зиму. Тем не менее, я опять же даю слово, что в этом году мы ситуацию изменим. Этот год как лактусу-бумажка. Мы закупим необходимое количество техники. Мы, соответственно, уже практически процентов на 60, на 70 документовали специалистами для городских предприятий. У нас есть достойные подрядчики, которых мы, к сожалению, немного, но имеем как надежный инструмент решения всех подобного рода проблем и задач. Даже если следующая зима будет такой же аномальной, уверен, что ситуация будет совсем другой. Потому что человеческий фактор перестанет играть свою роль. Когда нет ни специалистов, когда нет ни техники. И самое страшное, я докладывал, когда отсутствует управление. Город не был разбит на сектора уборки. Не было назначено ответственное по секторам уборки. Не было единого сбора централизации и информации. То есть не просто все было. Я, опять же, это отношу к себе по одной простой причине, что не смог в свое время укрепиться кадрово в этом направлении. И указания мои, многие указания мои, были не проигнорированы. А и люди не смогли их выполнить. Они не представляли, как это делать. Теперь другая ситуация. Мы понимаем, как делать. И уверен, что в следующем году, я уверен, Татьяна Семеновна проверит. И потом уже здесь, наверное, в студии даст оценку. Я не думаю, что она будет хуже предыдущей. Владимир Иванович, есть какие-то конкретные, назвать еще примеры? Жилсервис. Компания, которая реагирует на выданные предписания без промедлений, без каких-то уверток, каких-то предисловий. Это не жилком сервис управления, это жилсервис. Жилсервис, да. Ты так понимаешь, это Батадзе Александр Анатольевич, да? Да. Директор управляющей компании. Вот, значит, худшее, но я уже назвал это, не МОП, но ДСЖКХ. МП ДСЖКХ. МП ДСЖКХ. Вот, это компания, которая была неуправляемая. Сейчас как-то начинает выравниваться ситуация. Вот, то есть, предписания начали исполняться, по крайней мере, вот в ближайшем времени. Дортранс, организация, которая тоже была в недосягаемости, это Чкаловский микрорайон, который делился, это наше, это не наше, земли Минобороны, не земли Минобороны. То есть, они разобрались в итоге, когда начали накладываться штрафы, то есть, предупреждения закончились, они начали реагировать более действенно. И вот, по крайней мере, уже в этот понедельник, не в этот понедельник, а буквально вчера-позавчера, они закончили советскую улицу чищать, они закончили дворовый проезд, за который несут ответственность, за чистоту и состояние которых содержание. Ну, вот в основном. А если выйти из дворов, вы же дороги, состояние автодорога же тоже проверяли, тоже имели претензии, как дорожники тут проводились? Ну, дорожники, там, где это муниципальные дороги очищаются, ну, сегодня, по крайней мере, объезд показал, немножко подвела погода на сегодняшний день, слякоть, но, тем не менее, видно, что основная масса была убрана. Единственное, недостаток, и я считаю, что основной, у нас руководитель указал на это конкретно, что не выводится снег, то есть, дороги убираются, но снег не выводится, и будет достаточно много. Сроки нам дали, я думаю, что мы эти сроки выдержим по контролю за работами. Спасибо. Татьяна Семеновна, такой вопрос. Вы уже упомянули о том, что вот жители к вам обращаются, я об этом хочу поговорить. Жители к вам обращаются ведь не только через сайт, но сейчас очень популярно обращаться через портал Добродел, а особенно через социальные сети. Я сама с удовольствием вас читаю. Спасибо. Вот расскажите, насколько это эффективно, и какой действительно процент объективных обращений, как вы на них реагируете? Может быть, там просто люди поговорить хотят? Как-то... За 2015 год мы отработали свыше 36 тысяч обращений в службу по разным видам коммуникаций. Это в два раза больше, чем год назад. То есть вот идет вот этот вот диалог, он и становится все мощнее и системнее. Я хочу сказать, что мы этого не боимся, мы к этому готовы, и нам здорово на самом деле помогает общение с нашими людьми. Они реально высвечивают самые слабые места, куда мы можем сосредоточиться и в первую очередь навести порядок именно там. Я хочу сказать, что, безусловно, если говорить о всей Московской области, то наибольшее количество жалоб людей у нас поступает в Госэмтехнадзор из таких районов, как Красногорский, из городского округа Балашиха, Одинцовского района. Очень много жалоб Дмитровского района, Пушкинского, Люберецкого, Ногинского и Инстринского. Это вот лидеры по жалобам от граждан. Щелковский район не является лидером в этом направлении, но тоже жалоб из него приходит достаточно много. Я прямо для себя выписала цифры, по какой тематике. В первую очередь, я сейчас говорю не только про зиму, я это говорю в общем и целом за год, по крайней мере за 2015 год. Это уборка территории, именно уборка территории, это состояние дорог, внутридворовых дорог, это содержание контейнерных площадок. Люди жалуются на повреждение зеленых насаждений и на состояние детских площадок. Вот основные вопросы, по которым жалуются жители Щелковского района в Госэмтехнадзоре. Безусловно, мы по этим моментам отрабатываем вместе с муниципалами и по тем объектам, которые находятся под нашим надзором. Это, как правильно, РЖД, это федеральные какие-то объекты, это сетевые магазины. Индивидуально предприниматели работают уже непосредственно отдел. Я хочу сказать, что все соцсети, это не только канал для жалоб, это еще и серьезный канал для каких-то предложений, конструктивных предложений по улучшению работы как всего правительства Московской области, так и Госэмтехнадзора в целом. Мы ведем диалог с жителями по каким-то конструктивным вещам. Мы имеем серьезный штат внештатных инспекторов Госэмтехнадзора. Это те же самые наши жители, имеющие активную гражданскую позицию, которые хотят улучшить свою малую родину и вообще Подмосковье в целом. Здесь я хочу отметить, что уважаемые коллеги из Щелковского района не дорабатывают, потому что под всем нормативом от Щелковского района у нас должно быть 28 внештатных инспекторов, а у нас на сегодняшний день только 7. Но я знаю, что именно в Щелковском районе живут активные жители, и они готовы работать в этом направлении, но просто не до всех доведена информация, и люди не понимают, что и как нужно делать для того, чтобы улучшить состояние как по чистоте, так и благоустройство родного района. Поэтому недоинформированность налицо. Что же касается конкретно Щелковского района, то по таким каким-то детальным вещам, Владимир Иванович, подскажете? Да. За 2015 год в адрес отдела поступило более 900 обращений граждан. Ну, эту тематику Татьяна Семеновна перечислила, это основная тематика. Ну, плюс добавляются еще вопросы тишины. То есть тот момент, который нам далеко не равнодушны. Мы к этому моменту, то есть очень много обращений по этому поводу. Наш адрес поступает, люди пишут, люди обращаются к Татьяне Семеновне, они пишут на губернатора. То есть варианты обращений всевозможные. То есть разбираемся мы по этим вопросам досконально и конкретно. Обязательно налаживаем связь с заявителем, устанавливаем контакт, выясняем ситуацию. Если необходимость такая возникает, то опрашиваем соседей, опрашиваем свидетелей. То есть работа ведется не на количество, а на качество, на отработку вопроса, чтобы люди не обращались, чтобы был дан исчерпывающий ответ и при возможности оказана посильная помощь. То есть либо профилактическая работа, либо конкретный мир, какие-то нарушители предъявлялись. А количество обращений, от него зависит, Татьяна Семеновна упомянула, что у нас тут провал есть и мы находимся в красной зоне. В красной зоне, так сказать, в нерадивых, это по количеству внештатных инспекторов. Был такой пробел, он на сегодняшний день пока существует, но в перспективе мы уже наметили, это порядка около 30 внештатных инспекторов. Это те самые люди, которые имеют действительно активную жизненную позицию, которые не проходят мимо мусора, грязи, темных дворов и прочих недостатков в нашей жизни, которые хотят жить хорошо, которые хотят жить в светлых дворах и в чистых, по крайней мере. Имеют на это правду. Татьяна Семеновна, чтобы энергия у некоторых в мирное русло, во внештатные инспектора госинтехнадзора. Дело в том, что гражданское общество, у него два, две категории жизни. Когда она сильная, когда она слабая. Слабая, когда она молчит. Сильная, когда она говорит. Когда она говорит полный голос, это уже проблема начинается. Поэтому надо разговаривать с гражданским обществом. И мы начали с того, что первым, когда я пришел сюда, мы ввели горячую линию. То есть весь поток того негатива, когда не было добродела, когда вот по большому счету брали на себя и понимали, что можем исправить ситуацию и в правильном отношении разрегулировать. Потом потихонечку, полигонечку люди начали просыпаться. Все больше, 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 больше жалоб пошло на горячую линию. Мы понимали, что их надо отрабатывать. Мы понимали, что надо делать ситуацию лучше для того, чтобы меньше поступало жалоб. И вот, исходя из ситуации, которая на данный момент сложилась, я благодарен тому, что сегмент горячей линии дополняется, в том числе проверками и предписаниями госотехтоотзора, приездом самой Татьяны Семеновны сюда. Уверен, что жители еще больше проснутся для того, чтобы изменить ситуацию в районе. К лучшему изменить. Мы готовы к этому. Просто нам необходимо побольше информации для того, чтобы работать правильно. формировать программы в том направлении, где мы видим, больше жалоб поступает. Где мы должны более эффективно работать. В этом плане формирует сейчас, на данный момент, я в первую очередь, человеческий потенциал. Потенциал управленца. И он в этом году сработает. Это вот наш доморочный ресурс, горячая линия, который действительно на упреждении работает, да? Наверное. Перехватывает многие вопросы, которые решаются гораздо быстрее. Давайте еще одну тему возьмем. Сезонную вашу сезонную тему работы Государственного административно-технического надзора. У вас еще есть операция кровля. Сосульки и снег с крыш, к сожалению, иногда падает. Сейчас весной, наверное, это тоже будет актуально с оттепелью. Бывают люди травмируются, несчастные случаи. Расскажите, какие ее результаты в нашем районе? Кого выявили нарушителей, кого оштрафовали? Какие нарушения, наверное, наиболее типичные? Да, действительно, Ирина, у нас вторая спецоперация Государственного технодора зимняя. Первая была снегопад. Вторая у нас так и называется кровля. И в результате этой спецоперации мы проверяем состояние крыши крови на территории всего нашего региона. Вот всего в ходе операции этой кровли, которая началась у нас зимой, в декабре, было выявлено уже 500 нарушений в содержании крови нежилых зданий, поскольку за жилыми зданиями у нас следит жилинспекция. Я хочу сказать, что за это время уже наложено штраф на 4 миллиона рублей. То есть нарушения есть. Сразу хочу отметить, что в рамках других наших спецопераций мы все-таки стараемся работать конструктивно. Мы стараемся работать командно. То есть мы понимаем, что если кто-то что-то не доделал, не успел убрать вовремя, мы даем кратчайшие строки, и управляющие компании или администрации исполняют это предписание, мы выносим предупреждение без штрафов. Если же в обозначенной сроке нарушение не устранено, тогда мы штрафуем. Мы стараемся работать таким вот образом. Но по спецоперации кровля это у нас не работает. То есть если мы видим серьезные нарушения, то мы штрафуем сразу и по максимальным статьям. Почему? Потому что сосульки налить – это не просто красота и комфорт, это безопасность и здоровье людей. Поэтому эта зима была аномальная, я уже говорила об этом. И большое количество нарушений именно данного направления было во всех районах Московской области, практически без исключения. Поэтому, особенно вот сейчас февраль и март, мы увеличиваем в два раза выходы инспекторов именно по данной спецоперации. Владимир Иванович, за конкретными опять примерами хотел обратиться. Конкретный пример у нас самый яркий был – это поликлиника городская номер 3. Да вы что? Это по Гагарине. Сама поликлиника. Мы были привлекать не руководителя, а административно-хозяйственного сотрудника за нарушение должностных, должностное нарушение, за не выполнение своих должностных обязанностей. То есть допустили они и налить перед, и налить на крыши, то есть в ее функционал входило. Была привлечена к административной ответственности. А так, очень много у нас, более 20 было только за этот период административных дел. Наложено из них было 14 штрафов и на сумму более 200 тысяч рублей. Это уже, как Татьяна Семеновна упомянула, это уже вынужденная мера, когда уже не понимают люди, когда уже доходят до крайней точки. Эта крайняя точка была заложена, мы вот убедились по Октябрьской, по улице. Здесь, в центре, накануне где-то год, может быть, два года назад, когда меняли кровлю на домах, значит, подрядчик, не буду утверждать кто, просто не знаю, но кровля заменена, водосливы убраны, и просто шифер выступает за стену здания. Вот сколько изгибов в листе шифера, столько и сосулек образовывается в результате оттаяния. Люди боятся выходить из подъезда. В таких случаях мы уже просто не предупреждаем, мы просто наказываем, когда они видят всю эту управляющую компанию, то и вот субъекты хозяйствующие вот так себя ведут. Также попали в поле нашего зрения, это сетевая система магазинов, принадлежащих Агроспект, торговый модуль и перекресток, пятерочки. То есть у них крайне безобразное состояние дел с прилегающей территорией по очистке, неуполнение работ по очистке льда и снега, и также кровли. То есть у них как-то все это, я так понимаю, что у них все внимание сосредоточено на самом процессе торговли. А все, что вокруг, это уже их не касается. Тоже были привлечены, суммы достаточно внушительные по штрафам, и дел административных тоже очень много. Ну, что отдать должное, предписание устраняется, требования предписания исполняются. Давайте будем, уважаемые гости, подводить итоги. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня Татьяна Семеновна Витушева с инспекторской поездкой в Щелкове побывала. Хочу спросить, вот такие ваши визиты в наш район, в наш город, как часто вы планируете на перспективу? Вы знаете, на самом деле у меня полностью все поездки расписаны планово. То есть я выезжаю с инспекционными объездами каждую неделю, иногда несколько раз в неделю, в зависимости от ситуации, от насущности. И в зависимости от времени года я смотрю на те или иные моменты по наведению чистоты, порядка и благоустройства, которые наиболее в тот или иной период времени важны и наиболее актуальны для наших жителей. Поэтому Щелковский район, как правило, я уже буду посещать, я или мои заместители, по контролю за теми выявленными нарушениями, как они исправляются, которые мы сегодня увидели, скажем так. Что же касается общей ситуации, то безусловно Щелковский район наряду с другими районами у нас постоянно мониторит с территориальными отделами. Кроме этого, я хочу сказать, что у меня происходит почти каждую неделю селекторное совещание с моими территориальными отделами или с главами по обсуждению тех или иных проблем. Кроме этого, все районы, в том числе и Щелковский район, у нас рейтингуются по тем или иным критериям. Поэтому, безусловно, все, что происходит здесь, Ирина, за всеми переменами, которые обозначены, которые есть в дорожной карте и которые, что самое главное, занесены в муниципальные программы по благоустройству Щелковского района, они отслеживаются и контролируются ГОЗом технодзором. Но и самое главное и самое важное у нас есть уважаемые жители Щелковского района, которые в случае чего будут нам писать, звонить, бить во все колокола и нам, и вам, если что-то здесь остановится и перемены прекратятся, мы на вас очень надеемся. Будут записываться во внештатные инспекторы, в том числе, в административно-техническом надзоре. Осенью приглашу и покажу всю нашу работу по организации системы сбора ТБО и КГМ, вывоза и, соответственно, контейнер-площадки. Будет совсем другой облик иметь. Мы сделаем и раздельный сбор, соответственно, ТБО и КГМ. И вот это не самое, конечно, главное. Самое главное, что в этом году заработает система, которая худо-бедная, 15-й год, мы, я говорю, в связи с объединением администрации, потратили все силы и средства даже. Те, кто смогли потратить, балансируя бюджет, между никаким и банкротом, тем не менее, смогли многое сделать. Вообще-то, я очень благодарен, что Татьяна Семеновна с коллегами, с Владимиром Ивановичем, имеют абсолютно профессиональный взгляд на все вещи. Взгляд не субъективный, а объективный. И по этой сегодняшней экспедиционной поездке я это увидел. Поэтому благодарен за то, что они приехали сюда, благодарен за то, что подсказали, где надо усилить свою работу. И уверен, что она будет сделана своевременно. Я отчитаюсь за нее буквально до среды. Я благодарю наших гостей за то, что пришли сегодня. Рассказали, Татьяна Семеновна, о вашем сегодняшнем визите в район. С вашей помощью, Алексей Васильевич, будем поднимать рейтинги района. Будем работать еще более предметно. Спасибо. 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 Спасибо.